В далёкой-далёкой галактике, где только недавно вышла PlayStation 4, где Overwatch был ещё в бете, где о Fortnite ещё никто не знал и где игроки в Genshin ещё не родились, вышла такая игра как Star Wars Battlefront, которая сейчас ощущается как пережиток прошлого, поскольку есть свежая Star Wars Battlefront 2. Ну как свежая? Почти свежая, кто виноват, что 2017 был 7 лет назад. И как вы скорее всего знаете, сейчас Electronic Arts заняты одиночными играми по Звёздным Войнам, а Battlefront 3 хоть и рассматривался, но был отменён. Но я не хочу давать кому-то забыть или не знать про прекрасный Star Wars Battlefront 2015 года, который подарил мне прекрасные 200 часов и в которые я вернулся спустя кучу лет. Здравствуйте и приятного просмотра вам, надеюсь вы чудесно проводите свой день и я вам его как минимум не испорчу. Начну сразу с того, что это вообще за игра. Это полностью онлайн-шутер без сюжета, исключение какие-то отдельные миссии, которые можно считать за обучение и которые проходятся на раз за минут 5 каждая. Battlefront вдохновлена двумя играми, это Battlefront 2005 года и Battlefield. И при этом в отличии от Battlefield тех лет, в Battlefront нет системы классов. А есть что-то вроде собственных обилок, которые ты выбираешь, ну зачастую ранец выбирали все по дефолту. И на релизе хоть игра и большинству понравилась, она всё ещё хейтилась, зачастую за маленькое количество контента. Ибо на релизе даже не было космических битв, да, в Звёздных Войнах не было космоса, он появился только в DLC. Также небольшой процент выделял как минус отсутствие сюжетной кампании в игре за 60 баксов. Но знали бы игроки, что те проблемы, что были в первой части, через два года им покажутся просто смехотворными. В Battlefront вы можете играть так и от первого лица, так и от третьего. Но потому насколько больший обзор с видом со спины, я думаю понятно, с каким я чаще всего играл. В игре довольно много режимов, но по правде прям хороших сильно меньше, а карт для релиза было действительно мало. Да, это опять же догнали с помощью DLC, но на релизе их было мало, и более того, с тех четырёх основных, что были для режима 20 на 20, использовались некоторые их обрезанные части для режимов с меньшим количеством игроков, что ещё сильнее урезало разнообразие. И большая часть контента Star Wars Battlefront пополнялась именно полноценными платными дополнениями, а не какими-то микропатчами. Именно по этой причине сейчас игра на ПК почти что мертва. Я по пару раз на день на протяжении нескольких недель пытался находить лобби, но в режиме 20 на 20 найти игру попросту невозможно. И максимальный улов был где-то лобби, заполненное на треть и с читерами. Это ультра забавно, что в таком старом проекте, в котором ты хрен найдёшь игру, если только повезёт в вечернее европейское время, но даже в таких лобби попадаются читеры, которые гоняют всю катку на героях без надобности в жетонах, и после смерти респавнятся будто обычные штурмовики. Более того, вполне типичная картина, когда Палпатин воюет против Вейдера. Но что касается режимов 6 на 6, тут дела обстоят гораздо получше. Вечерами я практически всегда находил полный сервер, особенно в режиме с героями, а вот что касается DLC, все они мертвы. Хотел сказать я, пока в один день я не нашёл полностью заполненный сервер в дополнении Звезда Смерти, которое как раз таки и привнесло космическую битву в игру, и принесло, наверное, один из самых лучших режимов, где игра происходит в несколько фаз, то в космосе, то на станции. И что самое обидное, когда я кучу лет назад играл в Battlefront, больше всего мне как раз таки нравились карты с дополнений. Внешнее кольцо, бесмен, это были потрясающие дополнения, но в которых я тоже смог найти полное лобби. Я просто был в шоке, когда в игре, которой в этом году 9 лет, на ПК, находились полные сервера в дополнениях, и это при том, что есть вторая часть. Единственное дополнение, в котором я ни разу не нашёл матч, это Изгой 1 Скариф, и, видимо, этому даже сильно не стоит удивляться. И что самое забавное, сейчас в игру Battle Pass'ов, бесконечных айтем-шопов, как-то странно вернуться в игру, которая этого не имеет. Но с другой стороны, чёртовый Season Pass, если посмотреть на количество выпущенного контента в дополнениях и выпущенного на релизе, то реально ощущается, что на релизе дали какой-то огрызок. Например, на релизе было по 3 героя на каждую сторону, и с выпуском DLC добавили по одному герою на каждое дополнение, их всего 4 было. Я думаю, моё желание находить лобби именно в дополнениях, понятно, ибо там иногда же были изменены основные режимы. Например, в обычном плейлисте героев против злодеев бой идёт 6 на 6, а когда вы в DLC, то 8 на 8. Да и сами локации и карты куда больше мне нравились именно в DLC. Самыми популярными режимами были, пожалуй, атака шагоходов и герои против злодеев. Играя за повстанцев, цель первого — сбить с ног AT-AT, идущие на их позиции, а задача штурмовиков — не допустить этого. В своё время я довольно редко заходил в этот режим, отдавая предпочтение другим, но сейчас я рад, что могу хотя бы сыграть против ботов на огромных картах. Одной из самых странных механик больших режимов был рандомный спаун всяких жетонов, которые позволяли то ли полетать на истребителе, то ли поиграть за героя. И это просто лютейший рандом, ибо герои в некоторых играх очень сильно могут повлиять на итог боя. Но жетончик может взять челик с чуть ли не отрицательным КД. Именно по этой причине из-за рандома в катках на 40 человек я практически никогда не играл за героя, ибо банально не везло. В катках на больших картах зачастую бы просто солдатик, который отлетает от всего, что только можно, ибо у той же империи есть своя техника в виде AT-ST или AT-AT. И что самое забавное, тут тоже нужны жетоны с рандомным спауном, а с учетом того, что подобная техника может спауниться чуть ли не в самом начале, то выбор прыжкового ранца как одной из забилок становится чуть ли не обязательной и более очевидной. Оружия в игре немало, если учитывать с DLC. Именно там находятся какие-то уникальные пушки, например, с шестью зарядами и возможностью альтернативного огня. Стрельба в игре, как вы, думаю, уже поняли по путажам, не имеет баллистики и отдачи, мне даже после Фортнайта, в котором стрельба довольно аркадная, было трудно возвращаться в Баттлфронт. Где, по сути, в некоторых моментах тебе даже прицеливаться не нужно, ибо пуля все равно долетает туда, куда надо. Оружие тут разве что перегревается, и дабы не потерять его на несколько секунд, вам нужно вовремя нажать буковку R. И вот в Баттлфронте вам нужно нажать буковку R, дабы не перегреть оружие, а сейчас вам нужно поставить лайк, чтобы не огорчить автора данного видео. Ставь-ставь, я подожду. Одна из самых непривычных штук, зачастую только всякие картечницы или снайперки, но на расстоянии хотя бы 40 метров, бластеры, считайте, не дают урон. Особенно это непривычно после дезматча и в той же колде. Но это, в принципе, неудивительно, с учетом того, что это Звездные Войны. Тут ни крови, ни отрыва конечностей, и, конечно, сам геймплей очень френдли. Да вам первое время приходилось качать, чтобы открыть какие-то нужные обилки, но со временем, будто бы все становятся равны. Довольно простой пример, играя в колду, вы вполне можете в одиночку убить трех людей, нацеленных на вас. В Баттлфронте это невозможно, они вас точно перестреляют. Но опять же, для фанатов, которые вообще не шарят за игры, и тем более за онлайн-шутеры, где все меняется каждую наносекунду, это хорошо, ибо даже если пять пуль прилетит в лицо, вы можете выжить. Да и мне лично в период активности первого Баттлфронта не хотелось играть в тот же Баттлфилд, мне хотелось чего-то более казуального и простого. Именно поэтому с растений против зомби я перегнал Звездные Войны. Но естественно, где-то так и поменьше, так это при игре за героев. И это просто наиприятнейшее чувство, брать какого-нибудь Дарта Вейдера и одним взмахом меча отправлять на спаун повстанцев. Одной клавишей душить, так как не душит даже дуо белорусов. А затем кидать меч, и прикиньте, все это делает перс Фортнайта. И поскольку за героев и злодеев любили играть все и я в том числе, идеальным режимом был соответствующий режим, где ты автоматически через раунд играешь за выбранного тобой персонажа. И несмотря на то, что баланс в игре был всегда сломанным, на выходе каждого DLC все герои, все пушки, особенно ЕЕ-4, которая, наверное, в кошмарах всем снилась в момент выхода без спина, все было чрезвычайный имбой, и в какой-то стороны это pay to win, ибо и героев, и пушки с DLC можно было юзать с нещуками в стандартных плейлистах. И что касается героев против злодеев, из 7 персонажей чуть ли не обязательными для пика были Лея и Палпатин, ибо они единственные, кто имел возможность отхила. Если в вашей команде одного из них нет, а у вражеской есть, то вы, скорее всего, проиграете. Но все равно, именно в этом режиме я провел, наверное, наибольшее количество времени, и спустя кучу лет даже как-то смешно смотреть на количество карт и героев и понимать, сколько я потратил часов жизни чуть ли не на одно и то же. Одной из самых сильных сторон на релизе у игры была графика, и я просто охренеть как удивился, зайдя в нее и поняв, что даже сейчас игра вполне себе хорошо держится, а местами выглядит даже лучше некоторых современных проектов. И что самое забавное, играл я кучу лет назад на 2-гигабайтной GTX 950, а сейчас эта видеокарта из современного геймдева вряд ли что-то запустит, несмотря на то, что есть игры, выглядящие хуже Баттлфронта 15-го года, но при этом требующие квантовый компьютер. Сейчас же у серии Баттлфронт все довольно печально, ибо третья часть могла бы быть, но ее не будет, из-за неготовности платить Дисней. Риторика у Electronic Arts такая, даже несмотря на успешность серии, она, я вам напомню, продавалась в свое время лучше Баттлфилда, и ей приходилось платить за лицензию, что примерно равняло прибыль, и типа смысл работать над чужими франшизами, когда можно сосредоточиться на своих, подумали Electronic Arts, но сосредоточились круто, ничего не скажешь. Поддержка второй части завершена первой, так и подавно, и хоть продолжение Баттлфронт мы вряд ли увидим, у игровой франшизы Звездных Фонт сейчас куча одиночных сюжетных проектов. Но, неожиданно, оригинальный Баттлфронт 2005-го года все-таки вернулся, но я не думаю, что об этом стоит рассказывать и делать больно фанатам вновь. И знаете, за последнее время Star Wars Баттлфронт является второй игрой, в которую я возвращаюсь спустя кучу лет. Первой была Plants vs Zombies Garden Warfare, видос по которой выходил прошлым летом, может я чекнуть после этого. Я в который раз убеждаюсь, насколько же лет 8 назад у нас у всех были меньше требований от игр. Все как будто бы больше играли, а не сидели в Твиттере и отменялись за все подряд. И я, будучи вообще не фанатом Звездных Войн, просто купил веселый шутанчик и получал удовольствие, даже не смотря на то, что мой КД тогда не дотягивал даже до единицы. Я безумно люблю эту игру, ибо она подарила очень много крутых эмоций в свое время, и снять это видео я считаю должным. Дабы больше людей узнали про игру, а некоторые вспомнили времена, когда безвылазно играли в Star Wars Battlefront. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, прикольно было бы 23 тысячи добить, а также залетать в Telegram канал, где я уже пару месяцев тизерил это видео, ну и не забывайте про Discord сервер. Бай-бай!